Внимание в бой пройдет по правилам ВАКО К1. Продолжительность поединка 3 минуты 5 раундов. Перерыв между раундами 1 минута. Ваши аплодисменты поддержим лужники главного кессера. Спортсмен. Шейханс. Слушайте мои комментарии. ВАКО ПРО РУЛС. Не ваилбов. Не ваилбов. Я хочу увидеть хороший, чистый бой. Какие вопросы? Доброе утро. Того, кто не будет слушать, Денис Сиденко, я того съем. Ну, в общем, прав. Возможности имеются. Возможности имеются. Титульный бой. Версия ВАКО ПРО одна из самых престижных и самых... Ну, как? Так, значимых. Максим попытался пробить бэкфист, но в глухую защиту Владимира попал. И никакого урона всем ударом не нанес. Так вот, двукратный чемпион мира по кикбоксингу, двукратный чемпион мира по тайскому боксу и двукратный чемпион Европы по кикбоксингу. Болгарин, то есть тут всего хватает. Внушительный. Более чем. Более чем. А, тайская мать. Сразу атмосферник и так. Жалко, не можем передать это. Слава Богу, наверное. Ну, еще бы не хватало запахи передавать. Это же кошмар. Жестко. Максим пока не совсем понимает, что нужно делать со своим соперником, а Владимир гнет свою линию прям до последнего. Очень жесткие у него ноги. Тут прямо сразу заметно. Первое, что он сделал в этом поединке. Вообще первое действие. Всадил же. Всадил лоу. Прям сразу же. Смотрите, он с первого раунда. Дистанция довольно длинная. Все-таки 5 по 3. Это 5 по 3. Профессиональный формат. И он с первого раунда начинает прямо вес в удары вкладывать. Это редко видишь, потому что вначале как-то старается работать через разведку. О, хорош. О, хорош. Попади он сейчас. Уши бы отлетели. Кажется, освоился потихонечку колпак. Уже и щиты начал ставить. Но сейчас натип нарвался. Теперь, кстати, Дмитрий и нам с вами стоит перестроиться от двухминутного формата поединка. Да, да, да. Здесь уже все как у взрослых. Спокойно, да. Все как-то спокойнее. Загнал в угол. Попонька пробить колено в прыжке. Попал в локти. И при этом вот та комбинация. Раз, раз, два. Плюс на лоу выход. Ну вот он ее практически безукорично бьет. Ну давай. Хорошо. Ой, как хорошо. Ну мол, что ж ты, милый, так слабая. Ну-ка давай щука. В печень хорошо сейчас пробил. А бэквист попал. А бэквист попал. Но при этом Максим пропустил в печень достаточно мощность руки. Вот и сейчас, кстати, опять Владимир. Заходите туда. С крючками. Владимир выцеливает как раз таки. И отдает колено. Сместился шагом в сторону. Провалил контратаку. Нормально, вроде освоился. 10 секунд до окончания первого раунда. И это будет рубка, дорогие друзья. А теперь, кстати, кажется, Валев немножечко не понимает, что делать. Потому что Максим выдержал стартовый натиск. И теперь уже сам пошел вперед. Абсолютно верно. Как настроение. Все в порядке. Решающий бой едет. Лужники. По совести сказать, здесь очень уж кто-то начал. Я не знаю. То ли Владимир Валев очень уверен. Прежде всего, в кондициях. То, что выносливость. Но на таком темпе, в таком ритме отработать пять раундов, мне, мягко говоря, не верится. Ну, просто не верится. Это совершенно исключительная подготовка. И исключительная мотивация, плюс заряженность, плюс все остальное на бой. Или это где-то к середине сдуешься. Возможно, у него была ставка на то, что как раз таки своим напором в самом начале надломить Максима. И потом уже бой закончится где-то в начале дистанции. Не в конце, а в начале. Ну, в том, чтобы, я имею в виду, в конце дистанции просто доработать ее до конца. Если надо будет, а противник будет уже опасаться. Ну да. Возможно. Это маленькая работа. Обратили внимание, что с головой? А это как раз таки вот одна из тех хитростей, чтобы психологически вывести соперника из себя. И Владимир уже в самом начале это показал, когда он провоцировал своими действиями, разводил руки и призывал как раз таки Максима к действиям. Это как раз таки вот попытка вывести нашего спортсмена из психологического состояния. Стал хорошо, колпак разрывает дистанцию. Пробивает, сразу же отходит. Причем левый сбоку первым ударом всегда попадает. Максим немножко не развивает атаку. Все нормально у него получается, но при всем при этом он перестаивает. Ни в коем случае нельзя ему зажиматься в углу. Айрин Владимирович потеснился в углу. Жестко, очень жестко по ногам. Вот какое-то у меня обманчивое впечатление по поводу состояния Валева. То ли он немножечко подстает, то ли он держит темп. Я, например, не могу пока определить. Валев сел, вы знаете, Алексей. Ооо, да. Ай, как сейчас премьер. Попал. Он очень сильно пробил его ноги. Да. Ноги пробиты, он начинает падать уже и сейчас будет их прятать. А Валев будет ему постоянно запихивать туда лоу жесткий через комбинацию. И набирать очки. Набирать очки. У Валева хорошая такая манера работы, надежная. Во-первых, многоударные комбинации он практически не бьет одиночный удар. А вот как раз и колпакой этого не хватает, да? Еще. И вот сейчас опять-таки все на стопу. И все на стопу отбитых ног он стоит на месте, он застаивается. А когда против тебя соперник выдает многосерийные, многоударные, вернее, серии, это, конечно, чревато. Сейчас он уже подводить начинает фактически. То есть выставил в удобную позицию и сейчас пристреливаться будет. Хорошо. Ага. А веса в ударе уже не очень есть. Угол Максима призывают включить спортсмену ноги. Печень зашло. Уже видно некая отбитость, кстати, на печени у спортсмена из Болгарии. Ну вот, посмотрите, ну все же. Вообще классно сейчас делает Болгария. Опять корпус по ногам. На автомате поднимает щены. И раунд закончен. Но этот раунд Максиму уже дался тяжело. Очень кровяренно. Вы что, посмотрите, насколько просажены ноги. Здесь заметно. Они красные примерно так же, такого же цвета, как и перчатки, как и шорты, накладки на ногах. Лады гулянцы. Друзья, давайте в одежде бойцов и музыкантам по аплодисментам в этом перерыве. Вот очень хорошо огрызнулся в этом эпизоде. Сейчас посмотрите. Максимович. Очень тяжело. Очень тяжело. Будет сейчас что-то делать Максиму, потому что... Надо будет вчера датаковать самому. Но он сейчас по скорости, и тем более стоя на всей стопе, он не успевает заваливым, но не получается. Ну, во-первых, мы сейчас должны посмотреть, как долго еще все-таки валив будет держаться за темп. Да. Такое ощущение, что у него так силы прибавляется. Хороша. Хорош по опоре. Да. Да. Сложно нас предупраться. Ой, дошло. Попал. Неожиданно хочу сказать. Майгире в голову попадает крайне редко. Лиота Мачидо гордится вами. Канал Энспрэ. Давай, глядай, Энспрэ импредавание. Что-то лодка была вкусной. Ах, предлагаю. Так, куда он его понес? Кстати, по-моему, Пал Гарин как раз таки хочет уже немножечко передохнуть, потому что вот эти как раз таки прихваты, немножечко отойти подальше от соперника. Он уже начинает выигрывать время, чтобы как-то затянуть бой. Дай бог, дай бог, Алексей, что это действительно будет то, как вы предполагаете. Я искренне хочу верить, чтобы Максиму что-то лучше сделать самому. Сейчас уже заметно, что он начинает немножечко отдыхать. Вот, и как раз таки вот эта вот улыбка, она вот, она на самом деле обманчива. А он хочет показать тем, что у него все в порядке, но мы прекрасно понимаем, так же, как и Максим, он понимает лучше нас, то, что уже далеко не так дела обстоят у него. Радужно, да? Потому что, когда пицца нарядка, она не увидела тебя, наверное. Да, и начинает больше пропускать теперь Болгарину. И теперь, если Максим реализует вот это преимущество, потому что он начал подключать ноги, как ему подсказывает угол. И если сейчас на фоне функционала Максиму сейчас еще получится отбить ноги, Болгарину, то тому придется тяжко. Ну, сейчас я ответил боковым. Зайди сам с комбинацией. Браво. А Максим, кажется, начал кураж ловить. Уже так и заново подпрыгивает. Разойдется, немножечко разойдется. Но нельзя, помните, мы в самом начале первой роты, нельзя в таком темпе держать. Конечно. Это невозможно. И вот, несмотря на то, что у колпака отбиты ноги, он уже начинает заново прыгать. Вот это вот передвижение демонстрирует, которое как раз сейчас и необходимо. Плюс, обратили внимание, наверное, да, Алексей? Те кресты, которые выбрасывают руками Валев, они все сейчас он обдалбливает защиту. Конечно. И уже Максим начинает уклоняться, потому что скорость совсем не тащит фюр у Болгарина. А вот сейчас хорошо. А теперь вот просто не допускать ошибки самому. А сейчас хорошо. Пройдет отбиваться с завершающим прямым. Пропускает Болгарин. Не безгрешен тоже. Стоять на ногах. Хорошо. Успевает перекрываться Максим, это радует. Так. А ну-ка еще разик. Нужно, мне кажется, показать сейчас Максим руками. Сделать двойку в голову и только после этого уже пробивать печень. Самостоятельно у Максима. Вот середина этого раунда совершенно была чудеса. Он начал атаковать. У него начало получаться. Пошли много ударные комбинации. Потом встал в концовке. И опять Валев ожил. И опять ожил. Опять стал срабатывать на опережение. Ох, какой должен быть четвертый, пятый раунд. Да, ой-ой-ой. Вот они чемпионские. Да. Вот они чемпионские. Здесь все-таки пояс. Пояс престижней еще организации. Этого титула нового боя название чемпиона мира. Версия конечно да. Вот как хорошо. Хороший момент. Коротенький прихват и по опоре. На. Достаточно. Достаточно. Ура. С לי hij. Стык. Как привет? Не так. Достаточно. Уровня. На. И вот смотрите Дмитрий. Максим первый вышел к рингу. к центру смысле ринга, он готов. Он хочет реабилитироваться за проигрышные раунды. А Валев сейчас поздоровается на 10 секунд. Еще 10 повеси. Отлично. Хорошая мысль. И по ногам. И обшагивай. Он с тобой начинает бегать. Бегать, заряжаясь на одиночные удары. И колено, колено, колено. Колено, смотри. Ой, хорошо ушел. Максим молодец. С возвращением в сторону. Боковой. Успел увидеть. Ну, это по защите все. По защите, но опять колено застаивается. Ух, уже посмотрите. За такое в принципе надо наказывать. Конечно. Бум-бум. Бум. Пожалуйста, поиграем. Вот как только он руки убирает. Хорошо. Не дается. Не дается. Мне кажется, что Максим еще немножечко зажат психологически. Вот как-то его то ли атмосфера немножечко он ответственности может больше перед российскими коллегами. Конечно. Гляй, гляй, гляй. Хорошо. А с другой стороны, как раз таки у Болгарина он, судя по услуживому списку, гораздо больше опыта именно от таких международных стартов. В совокупе он четырехкратный чемпион мира типа Май-тая по кикбоксингу. Есть. Бэкфеста сразу комбинация. Голова, конечно, прыщик деревянная. Увалива. А, бьёль. Ох ты. Первый раз показал, что больно. Убрал ногу. Убрал ногу, скривился. Максим, туда же. Подальней, причём, обратите внимание, передней ногой подальней стреляет. И обстреливать её дальше. Тебе, казалось бы, да, поменял стоку, спрятал ногу. Мне не помогло. Ну, кстати, вот надо отметить, то, что Владимир по функционалу не просил, как мы ожидали. Четвёртый, по крайней мере, раунду провёл на высоком темпе. Он медленнее, существенно медленнее. Но сейчас мы чемпионеры, но уровень-то держит. Уровень, которого хватает для того, чтобы Максим чувствовал себя максимально дискомфортно. на высоком темпе. Арбей, какому... Не можно продолжить? Утказаться! Браво! Видимо, уже невозможно. Не дотерпел 10 секунд, ну, а в пятом раунде, ну, да, просто уже, видимо, если боец подобного уровня отказывается, значит, очень тяжело. Не исключаю, что травма, почти наверняка травма, но... С Тибетейм сейчас уже с вами напоминают многие, ну, просто синюшкого цвета, красный, синевой, такой, с отлива. Ну, а Балгарин здесь приветствует публику. Надо отметить, что публика тоже его приветствует. Ну, он по праву победил, вопросов нету, никаких вопросов нет. Чего у него получилось? Сразу памятные фотографии, поехали. Ну, что ж, обидно для Максима, он не смог перед родной публикой. Победить, показать, наверное, все. Вы на вас как с болгарским, Алексей? Да, вот в школе изучал лет 11, да позабыл, что там. Как же так? Ну, можно подводить, на самом деле, промежуточные итоги форума, битого чемпиона в 9, пока у нас будет еще церемония награждения, повторы. Ну, во-первых, надо отдать должное организаторам, Российскому союзу боевых инструкций и сказать большое спасибо. За что? За то, что они, наверное, единственные, кто на просторах нашей необъятной родины дает возможность вспомнить вот этот старый дух из серии Чьёкова пусть сильнее. В очном противостоянии сводить разные школы с выяснением, чей стиль в данном конкретном противостоянии будет лучше. И, соответственно, чья школа в данном конкретном противостоянии будет сильнее. За это спасибо, потому что да, потому что это круто, потому что это интересно. Это тот самый старый дух и в том числе смешанных единоборств, когда поединки были перечислены между чистыми спортсменами.